Пока городская власть создает онлайн-карты застройки центра Одессы, сами застройщики продолжают уничтожать его архитектурный вид. Так, 8 июня горожане протестовали против уничтожения здания бывшей типографии Фисенко. Жители преимущественно соседних домов, которые, кроме прочего, переживают и за свое жилье, преграждали движение по улице Большой Арнаутской. Ведь строительная фирма Одесса-Сити с начала июня начала разбирать здание на Решильевской, 47, не проведя никаких укрепительных работ стен соседних домов. Им выдали аренду на 40 лет, но на арендованной земле нельзя ни строить, ни ломать ничего по закону. Потом они идут за разрешением на строительство. Получают они тоже это их дело каким путем? ГАСК выдает документ на установку забора, на чужой придомовой территории, принадлежащей Решильевской, 45, за которую люди оплачивают деньги по тарифу. У данного застройщика с самого начала, когда он объявил о своей стройке, нет было разрешения от Министерства культуры на строительство в историческом ареале. Пункт 4, 32 статьи. Второе. 5 марта Министерство культуры выдало еще дополнительный припис застройщику, который запрещает вести какие-либо строительные работы. Тем не менее, застройщик никак не отреагировал на предписание Минкульта, а подал иск в суд. Сейчас дело находится в апелляции и работы никто прекращать не собирается. На ситуацию, сложившуюся в Одессе, отреагировал народный депутат Владлен Никлюдов, глава прокурорского подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Он возмущен тем фактом, что с подачи городской власти в Одессе уничтожается целый ряд памятников архитектуры. Нардеп в своем блоге написал. Прикрим фактом є те, что дія виданих приписів контролюючих органів щодо заборони проведення незаконних будівельних робіт зупиняються у судовому порядку за заявами недобросовісних забудовників. Прикладом є проведення незаконних будівельних робіт на місці типографії Фасенка та Великого Рішельєвського театру по вулиці Рішельєвській, 47 та 49. Так, Міністерством культури та інформаційної політики України у березні 2021 року видано припис про припинення проведення будь-яких будівельних робіт за зазначеними адресами. Однак на підставі поданої забудовниками рішення про забезпечення позову у судовому порядку дія цього припису була зупинена. Незаконні будівельні роботи на місці памяток архітектури продовжуються. Однак блогерством обеспокоєнність народного избранника пока що і ограничилась, хоча він імеєть куди більше весомі рычаги в рамках своєї підкомітету і комітету, утверджають експерты. Якщо дивимо ситуацію, яка складається у нас сьогодні з зданням хромолитографії Фасенка, то хочу обратити увагу, що данний об'єкт, він знаходиться фактично під защитою государства. Іменно государство несет ответственность за сохранення об'єкту культурного насліджя. І тому любі дійси застрійчика, влікує за собою повреждення чи уничтоження об'єкту культурного насліджя, це фактично посягательства на інтереси государства. Возникає питання, чому Одеська обласна прокуратура не підприємає ніяких дійсів для того, щоб, к примеру, подати іск в хозяйственный суд в інтересах государства в лице, к примеру, Одеського городського совєта, для того, щоб остановити ці незаконні дійси. Це перше. Второй момент. А почему прокуратура до сих пор не отреагувала на незаконні, з моей точки зрения, действия исполнительних органів Одеського городського совєта, в частности, управління архітектурою, котре, зная о том, що у нас в границах історичного аріала не предусмотрено строительство нових об'єктов, відало градостроительні условії ограничення. Пока же городська власть делает вид, що все законно, прокуратура фактически бездействует, а нардепи, які должны контролувати роботу ведомства, занимаються призывами на страничках інтернета, только лишь общественность пытается противостоять застройщику. К слову, по інформации одеських СМИ, за малоизвестной стройфірмой Одеса-Сити стоять собственники куда более известной компанией пространства. Вот так будет выглядеть пространство на Ришельевской после уничтожения типографии Фисенко и строительства нового жилого здания. Хотя это тоже не факт. Местные жители говорят, что информационный стенд изменили после волны возмущения граждан. Ранее тут красовалась еще более безликая коробка, уродливо не вписывающаяся в архитектурный ансамбль центра Одессы. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал Репортер.